В рамках реализации национального проекта «Культура», утвержденного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, Литературный музей стал первым в регионе учреждением культуры, где появился набор оборудования для слабовидящих людей и с нарушениями двигательной активности. Мы не можем взять, допустим, какие-то вещи, которые помогают в медицинских целях или в каких-то других. Мы можем взять только те вещи, которые помогают в социальной реабилитации прежде всего. Это мы взяли световые столы для рисования песком и для рисования на воде. И самое интересное, что мы взяли в этот раз, это создание мультистудии. Мы решили сделать мультистудию, потому что для многих детей с ограниченными возможностями здоровья это такой шанс для работы. Сенсорные и световые столы для рисования, аудиогиды с клавиатурой, имеющей шрифт Брайля, мольберты и мультстанки для создания анимации. Новое оборудование презентовала сотрудник музея Анастасия Кудряшова. Первыми все на себе испытали журналисты. Нам показали, как нужно рисовать песком на специальном экране с подсветкой. А затем научили работать в технике Эбро – турецкое искусство рисования. В результате получились очень красочные узоры. Журналистам продемонстрировали и процесс создания мультфильмов. Сотрудники музея планируют на новом оборудовании создать с детьми познавательный фильм про девочку Дашу, которая по перьям будет узнавать про разных птиц, живущих в Ульяновской области. Им в этом готов помочь Краеведческий музей. Заведующий музеем отметил, что новое оборудование закуплено на сумму 360 тысяч рублей на средства из федерального и областного бюджетов. В следующем году планируется приобрести для музея оборудование еще на 260 тысяч рублей. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ.